Только что вернулся. Назначено, колени не сгибаются. Гуляли? Да нет, я пошел, сказал этот Лемеш, Дмитрий Михайлович, позвонил, говорит, я послал вам бумаги в оригинале с синей печатью, что в три библиотеки в Москве отнес мои книги. А они к тем 38-ми их взяли и что-то написали, я пошел, а почта не работает. А у нас сегодня 14 градусов мороза. Ну и тут прошесть застывшая, снег-то содрали, идти совершенно невозможно. И приходится рядом идти хоть какой-то снег по снегу, чтобы не хлопнуть, а руку не сломать. Я только-только зашел. Вот так. А Володя где? Володя поехал к сестре Татьяне Капустиной, он ездит в субботу, помыться. А, все понял. Понял. Ну все. Ну понятно. Понял, понял. А я звоню, смотрю, нету. Ну я так и понял. Стал в итоге у вас там читать эти свидетельства о том, как нашел, кто наши ресурсы. Да, да. С вашего прям компьютера стал читать. Да, ну я уже-то, я же там скинул 55 есть. Я точно палпают уберу, чтобы легко каждый себя нашел. Которые уже записаны, они других почитали. Мы, говорит, до слез, говорит, да как дивно Бог устраивает все. А я тоже сейчас это, я сразу тоже стал писать. Ну сейчас я вам вначале с вами поговорю, а потом допишу. Ну ладно, слушаю, давайте так. А я потом поставлю. Ну мы уже, Игнат Тихонович, я где-то около пяти лет вместе. Я вас тоже знаю. Слышу, как вы молитесь, и мы все вместе молимся. И вы все время на молитвах упоминаете отца Глеба Грозовского. Для тех, кто слушает, я расскажу, что это священник, который в детстве, когда-то занимался футболом, там был даже бомбардиром нападающим, да, и как-то связан там, по-моему, он даже с Денитом. Чуть ли не какой-то духовником потом был. Вот, он занимался реабилитацией наркозависимых и также детскими лагерями. Ну и какие-то родители, девочки, там три девочки, обвинили его в сексуальных домогательствах. И был суд 17 января 2018 года, Приозерский городской суд. И он приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ну и одному году колонии, одному года просто ограничения свободы. И его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. То есть это не изнасилование, но что-то там, какого-то сексуального характера. Вот. В период, это было в 2009-2013 годах. То есть это где-то там девочки эти, ну, обвинили, вспомнили. То есть родители, там года три примерно прошло между событиями. Вот. Ну и там ему дали выплатить, то есть постановили выплатить каждому моральный ущерб по 400 тысяч рублей компенсации. И вот мне очень такой вопрос вдруг заинтересовал. Почему вы обратили внимание вот именно на этого священника и продолжаете о нем молиться? Вот. Вот почему? Потому что он мою фамилию знает. Я нашел два места, где его обо мне спрашивали. И он отозвался просто так, что есть Библия, читайте, зачем вам кого-то искать, когда не знаю. То есть он не сказал ни плохого, ни хорошего. А вот это самый был момент. Если бы он вышел на меня, у него бы этого не было. Почему? Что касается детей детским лагерем, он не начальник детского лагеря. Он как бы смотрел за этим. А я начальник, директор 45 лет. У меня таких было сколько угодно. Вот у меня воспитатель. Она, никого нет, она одна. Идет, на шею бросается ему. Она уже такая, на вторую букву Альфа это называют ее в шестом классе. Я сразу ее забираю на машину, предупреждаю, кто есть, я отвожу домой. А дома никого нету. Я поневоле с ней возвращаюсь. А почему? Она не мне родная. А ее взяли на лето. Кто-то за нее там старики, у которых детей нету. И вот я с такой должен что-то делать. А дети очень разные. И поэтому вот у нас обвинения не было. А почему? Другая дисциплина была. Вот меня обвиняют иногда так вот строго, деспотично. Это которые ничего не имеют. Их стоит только оставить, они сгорят немедленно. Я вот, пригласили меня в Америку, я выехал. Это в 92-м году, в 1992-м году. И там где-то июнь, июль месяц, вот это я там был. Когда приезжаю, а тут остались которые, руководители-то, они распустили. А молоко покупали на разъезде, а до разъезда 4 километра. И они там были, тяпнули велосипед, пригнали, на нем катаются и прячут крапиву. А руководители не видят и не знают. То есть бесконтрольность. Кто приезжал, что говорил. У меня пальцем никто не пошевелит постороннее. Все это обговорено, написано. Я имею право физически наказать. У меня отпечатано. Родители расписываются, когда ребенка дают. А как наказать? Потом никак не узнают. Строго. А что? Бывает сетка, бывает крапивой. И будут проверки уголовные. А сетка, это что такое сетка? Сетка? Сетка, ну, ходит, овощка. Понял, понял. У нее ручки-то плетеные. Они хорошие. Вот это хорошее, когда требуется. Или за столом, если он нарушает правила, я по столу заодно раз. Его он заранее знает, ложка его полбу. И спрашивается, сколько раз. За 30 лет ни разу. А за дальше уже не помним. Я как стукну ложкой, а потом сам себя ложкой стукну. А не засмею. Все, следующая твоя очередь будет. Мне за то, что не досмотрел, а за тебя, что ты невнимательный и губишь. У меня правила были. А у него ничего нету. Зачем он являлся там ночью, как показатель? Это неопровержимо уже. Я не вину его ищу. Нет. Но надо быть внимательным. Он погорел не на них. Потому что ему за это деньги не платили. Может, маленько где-то. А где вот с наркозависимыми? И это я знал сразу. Он сгорит. Те люди, которые за это бьются, а там эти гранты разные, которые получают, они делятся с теми, кто есть. Никого они не вытащат. Наркоманы передохнут. Ему жить 36 лет. Я эту братву очень хорошо знаю. Потому что все время общаюсь с милицией. С органами. Ну, выступаю у них. И еженедельно в тюрьме у меня идут там встречи с ними, с руководством. Иду по камерам. То есть я знаю, о чем говорю. И вот здесь я и начальник детского лагеря, а он на детях. Он в тюрьме, а я прошел этот путь уже. Вот как-то зашли к нам в отбор. Два человека. Они оказались близки к руководству. Один из них там по гражданской, а другой там военный, как милиционер там, к примеру, скажем. Ну, и кто-то из наших услышал, они шли и сказали, педофилия. Я их сразу остановил. Они не уехали. Вы что сказали? А что мы сказали? Ну, и сказали так. У вас какие-то подозрения? Нет. Как нет, вы сказали. Ну, мы сказали про другое, что здесь такого нету. То есть они задом-задом, чтобы ни под каким видом не дать. Я сразу в лепешку размазывать буду. Почему? Я там ночью не бываю раз, никогда. Которые здесь знают порядок. Допустим, у меня три кельи стоят. В каждой кельи взрослая женщина. Мужской пол не имеет права напротив даже пройти. Не то, чтобы ложиться, баловать все. То есть это совершенно разный подход. И поэтому это все знает, и все по-другому никак. Я его накажу, если мальчик пройдет мимо того, желая там что-то как-то. Вот теперь показали, что 14 лет за убийство больше 7 лет не дают. Значит, здесь он не рассчитал свои силы и подавился. В буквальном смысле. То, что у него родственники еврейского происхождения, он в Израиль там бежал, ты им не нужен. Для их учения ты поп православный, ты враг. У него даже на это соображения нету. Причем тут, дед, когда ты учишь против. Мы не признаем Христа, ты его признаешь, проповедуешь, учишь. А он к ним обратился. Они сразу его захлопнули в тюрьму, а потом я следил тогда внимательно. Значит, те, которые... Я доказать ничего не могу, но я знаю. Допустим, про другого где-то говорится. Если где-то отпущены такие деньги по борьбе с наркотиками, обязательно прилипалы будут. Обязательно. И они будут давать взятки. А взятка, конечно, не просто взятка. Вот у нас здесь юридический факультет в Барнауле. Ну и в газете опубликовали. И вот, допустим, они на четвертом уже курсе. И говорят, у вас перспектива самая большая какая? Ну, если здесь это прокурор края или главный судья. И сколько он уже получает? Ну, он уже все знает. Но если ровно в пять раз больше дадут вам, пойдете на взятку? Где-то 89% сказали, пойдем. Еще не кончили, они уже взяточники. Их уже надо лопатой выметать. А ты прочитай. Вот у Лескова Николая Семеновича. Однодум. Помните? Я слушаю в вашем даже исполнении. Да, и нигде по-другому не должны быть. Где они соприкасаются с деньгами? А теперь, раз он у них мешается, они его предупредили, я знаю порядок, лестница. Предупреждают раз с одной стороны, теперь с друзей предупредите, назад хода не будет. За ним кое-что есть. Он никак не ожидал, что там пятилетняя давность, и поднимут. Девчонки-то на суд-то не явились, их не было. А теперь-то они уже взрослые. Задача стояла убрать его. Они могли бы его пристрелить или что? Нет, другим наука будет. Конечно, тут взятки должны были со всех сторон. Тут еще особенного нет, когда брали какого-то он, полковник милиции. У него вывезли, кажется, 4 кубометра, что ли, деньги зарубежные. 4 тонны с лишним. Тонны. Ну, я могу по мере вам все открыть, это не секрет, его посадили. Он даже на суде спокоен и так знает. Он знает, что его... Вот сколько он там пробудет. Вот. Есть даже поговорку-то, что он хороший человек, там говорят о Чубайсе. Мы это знаем. Почему он не за решеткой? Мы этого не знаем. Видишь, как это? Люди в народе-то, юмор-то есть. И так и здесь. Доказательств нет. Потому выступали от патриархии, сам с него не сняли. Там представители футбольных организаций, где он был, все за него. Там редко-редко кто. Но это уже никакой роли не играет. Это пустозвонство. И поэтому, так как все еще не определенно, а я знаю, что когда попадает по этой статье строго режимным, это означает, его сделают в первую же ночь папой-мамой. То есть опустят. И, значит, сказать, изнасилуют. И ничего нельзя сделать. Начальство здесь уже ничего не может делать. Да им выгодно, чтобы которые горды, такие маленькие рога пошибать. Я в тюрьме после освобождения работал много лет. У меня туда благодарность, если все. Когда я на лето уезжаю в деревню, у меня только один вопрос. Они дают. Где вас искать, если случится захват заложников? Почему? Я рассказывал, как у них в одной камере, там было, они объявили забастовку, и уже три дня они едят. И начальник говорит, не знаем, что делать. Ну, камера отдельная, их там охраняют, не выйти. А там по пятой ходке такие идут люди. Я говорю, о чем дело? Да, мы пригласили, они начали тут метелить. Ну, и все, их исколотили. Ну, подряд все. А им за какая разница? Отмолотили до домой. Ну, а они, люди-то еще того покроя. Я говорю, начальнику я обращаюсь, так вот, который Соломин был, Александр Семенович, он бы меня пустил, а этот нет. Ни под каким видом. Мне, когда не пускают, у меня близкие отношения с прокурором края были, Параскун Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Ну, а тут стали разговаривать, я даже не знаю, кто ли я обращался в это время, за давностью так... Дело в том, что там охраняют офицеры, там сидят приговоренные, если бы раньше их смерти были. Я говорю, запустите меня к ним. Да вы что говорите? Вы понимаете, что это за... Я говорю, я понимаю, я сам там бывал, в разных камерах был, в пяти тюрьмах отбывал, в лагере отбывал, у меня есть ключ к ним. Какой ключ? Я его мне обязан показывать. Не пустим. И Господь сделал, что меня запустили. Договорились. Я говорю, я дам расписку, что вы за меня не отмечаете. Как? Что за вас Бог отмечать будет? Я говорю, Бог меня хранить будет, отмечать не придется. А они уже все знают. Там свои есть, глашатая эта. И как только дверь открыл, не открой, не оторвали, меня сразу толкнули и захлопнули. И они сразу, о, Лапкин, а ты-то за что? Я говорю, а вот за что. Ради вас. Вы зачем голодуете? Ну, один, давай, поговорим с тобой. Скажи, у тебя какой строк остался? Да вот такой. Ну, надежда есть, что ты освободишься? Да какая надежда? А ты знаешь, когда люди не едят, они быстрее заболевают туберкулезом, организм ослабленный. Ну да. Вам вы не выйти отсюда, не выйти. Вам пищу дают, а вы не берете. Вы должны сделать так, чтобы вас выпустили, никаких условий не ставить. Ну, а как быть? Кто-нибудь тебя ждет? А кто меня ждет? Жену я зарезал вместе с любовником. Ну, собака или кошка или птичка. Ну, сосед там хорошие отношения были. Он не дождется тебя, Гаврила. Ты здесь и засохнешь. А что я должен делать? А вот что делать. У нас сегодня чистый четверг называется. Перед Пасхой. Вы слышали? Ну, мы слышали. Там что-то поп ноги моет. Не в этом дело. Мы сейчас объявим им, что у нас голодовки нет, а есть пост. И мы все постимся. Я с вами буду поститься. Со всеми переговорил? Как? Согласны? Согласны. Но давайте договоримся. Вы не голодуете. Не голодуете. Я начальству сейчас сделал доклад, что вы свободны от голодовки, но вас не трогать. Они не выйдут. Они объявили пост, который принят церковью. А я буду следить. Я им предупреждаю. Я сразу иду к прокурору края и председателю крового суда, генерал-майор. И по правам человека. Это человек, близкий к губернатору. И к губернатору схожу. Мне везде пути открыты были. И они все оказываются на свободе. Вечером мне звонит начальник, там какой, я не знаю, РОР, кажется, режимно-оперативный работник. Это самое злобное. Сколько, говорит, служу в этой системе. Не слыхал такого. Чтобы вся камера, уголовники по пятой ходке и освобожденные были. Вы что могли им сказать? Я вот это и сказал. Я ничего не придумывал. Я понял, что ему домой охота. Но он не выйдет. Он скинул и ради чего? Раны, которые нанесли. Да и ран-то никаких нету. Ну, дубинками. А дубасили. Ну, все. Мы достойны этого. Скажи, ты за... Достойн? За что ты был? Потом и молись за него. Вот так надо. Я бы ему это все рассказал. Отступись. Немедленно. Отец Глеб. Немедленно. Ты там не бывал. И не дай бог пойдешь. Они где-то что-то будут искать. Раз и связан с детскими лагерями. Обязательно будут искать. Что ты к мальчикам. Дорожку проложил. Это докажут. Заплатят родителям. Или девочке. Там еще проще. Что-нибудь еще. Они несовершеннолетние. Потом. У меня там была строжайшая дисциплина. В лагере. В игре. Там разбойник или что-то. Я проверял каждую игру, которая им нравится. Чтобы мальчик не касался девочки пальцем. А они несовершеннолетние. А девочка к нему не висла. Дальше буду я разбираться. Поэтому у меня система. По которой. Никогда этого не могло быть никак. А у него и не могло быть иначе. Тут он шаг за шагом. Ошибку за ошибкой делал. Ему надо было ехать. А он туда поехал раньше. На два дня. Зачем? Надеялся, что дедушка еврей. Ну, что ты доказываешь? Я тебе докажу, что евреям ты не нужен. Иначе они бы тебя никогда не выдали. Они тебя, как их, где-то в Бразилии выкрали бы, привезли. И никто бы не коснулся даже тебя. Для них, наоборот, это радость. Доказательство, что вот какие христиане. Да. Да. Мы бы, знаете, как сами здесь разыграли это все. А я к вашим услугам. Ты же священник. Вот это футбол. Давай обещание, что больше играть не будешь. Это неприлично. Это никак. Да еще такое. Ты там, ты обязательно будешь что-то. У тебя там мальчики бегают. Тебе зачем это нужно глаза мозолить на них? У тебя время нету Библии заниматься. Ты не узнал даже, кто я. И уже сказал, да какая разница, кто. Сами считайте Библию. Сами считают Библию, что создали хоть одно такое наше общество во свете Библии. Открытым оком. Нигде нету. Больше нигде нету. Если он ест, так называется всем этот Степаненко, он один сидит. Один. Он ко мне расположен. Все. И теперь за что убьют Лапкина, если тоже. Ясное дело. Ясное дело, что церковная мафия самая страшная. Конечно, в аргументах вы так, в фактах писали. Самая страшная. Есть такие жития святых, где желали отравить. В просвору яд налили. В просвору. Но ворон прилетел, улетел. Куда, как они узнали? Ну, жития святых я насчитывал, знаю. Поэтому ты остерегайся. Отойди от всего. Мало того, выйди за штат сейчас и уйди. Уйди, чтобы затерлся. Расстанься с футболистами по-хорошему. К детям не прикасайся. Я бы его так распетрушил, что его никто бы и не искал. А с этими, которые тебе угрожают, примирись. Примирись и скажи, я делал неправильно, я не понимал этого дела. Мне подсказали, я отхожу. А он никак. Я все равно добьюсь, эти гранты на меня пойдут. К примеру говорю. У него даже когда он сидел, мать умерла, его не отпустили туда. Почему? Это... Там много было чего зелененького. Не конкретно к этому еще раз повторяю. А так везде есть. Везде. Я имел иногда такое, что сегодня любое захватывается, скажет, не может быть. Не может быть. А может быть. У меня особый путь. Вот я разговариваю, а он генерал. Полковники. Я говорю, скажите, вы на сколько можете давать срочная служба отпуск? Простой. На воскресенье. Ну, при хорошем поведении можем на сутки. На двое, я говорю, не знаю, но на сутки точно можем дать. Я говорю, а теперь скажите, кем я был в армии, срочная служба? Мне выписывали увольнители 1 января до 31 декабря. До такого нет. А вот оно и есть. Никогда не было и нету. Но если я вам скажу, вы признаете вину? Ну да. У меня строительный техникум. Ну, засчитана пятерку. Отец инвалид войны, у матери три брата погибли. В то время проверяли людей. Это не просто так, а вон когда было. И вот в это время, когда я про что рассказываю, проверили у меня всю биографию Годин. И меня взяли в органы МВД в строго режимный лагерь. И поэтому я там насмотрелся вот так. А я мог в лагерь заходить, выходить. Женский, мужской лагерь. Строжайший. Почему мне так легко удался немецкий язык? Там была немка из Германии, которая вышла за офицера, проторговалась, ее посадили. А я захожу, я с каждой мог свободно беседовать. Я проверенный человек. Проверенный до десятого колена. Я к чему говорю? Чтобы знать, что там делается и как обращаются, надо побывать там. Лозунг. Свободу может оценить только тот, кто потерял ее. И колючей проволокой все это нарисовано. Я был в тех камерах для одиночки. Меня протащили психиатрии везде. То есть опыт абсолютно такой. Я должен был ездить. Я техник-смотритель воинских зданий. Ракетный хвой с Дальнего Востока. Где поступали сведения, он женился, там что-то не ладится, или у него там детей уже сколько. Я как техник-строитель прорабом работал до армии заключенного. А прораб это высшее, что по моему образованию. А когда ракетные войска образовали, туда набирали у кого 10 классов и еще образование какое-то есть, законченное. И поэтому мы первые были, образовали только и нами это наполняли систему ракетных войск. Я техник-смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. А поэтому я заезжаю куда. Я тоже не все делал как туда надо. Я останавливался в Хабаровске, там факультет иностранных языков. И мне так хотелось улучшить произношение. И я у них несколько дней побуду и еду дальше. Но никто этого не замечал. А вы так просто заходили в университет этот, да? Просто не будете студентом? А в общежитии. Я в общежитии там и ночевал. А где в университет меня везде пускали. Как в Америке было, там уроки идут. А я сижу как один из них. И меня можете спросить по-английски. Вот все как-то так слагалось одно к одному. Я в отце Глебе, у меня забота. Вот сейчас бы кто-то спросил, а вы думаете как, суд справедливый? Я объясняю. На 100% несправедливый. Он не сознался. Раз. А во-вторых, они пренебрегли всем, кто говорили там, что они не пришли. И только на суде одна, которая 17 лет там одна пришла. А другой ничего нету. Да кто они там, эти девчонки-то? Их проверяли или нет, кто они были до этого? Это не вменяется. Но проверить можно, кто она. Какой должна быть или нет. Там уже одна подвергалась насилию. Уже. Ну, вот о чем речь идет-то. Во второй рак, по-моему, головы. Я бы, если бы он на меня вышел, а вот Господь же делал так, что в это время его спрашивают обо мне. Если меня о ком-то спрашивают, я даже за стол не сажусь скорее узнать. Не пропустить момент. Володя это знает. Подожди, я сейчас быстренько узнаю, что это такое. А это его дважды спрашивают. Вы, если считали вот это, кто как пришел на наши ресурсы, лучшая самая, это Кондратюк Ирина. Посчитайте, какие Бог открыл. Какие мы с ней друзья. Вот тут же в этом просчитайте, который я скинул. Найдете на букву К Кондратюк. Обязательно просчитайте. И вы удивитесь, как она тонко почувствовала, что говорю не я, говорит Господь Бог ей. И она сразу же откликнулась. Два раза в разговорах я поминаю слово Кондратюк, не зная о ее существовании. И дальше она уже поняла. Меня, говорит Господь, уже два раза признала, а третий я уже не решилась ждать. Вот как. Прочитайте когда. И какое дал нам единение. И я думаю, с отцом Гребом у нас бы не получилось такой близкой дружбы, пока он бы не прошел эпитемию за футбол, за то, что он там по островам ездил, где-то был. Ложился, не ложился, это никакой роли уже не играет. Зачем ему заниматься, где деньги платят за то, чтобы сказать. Как он думал освободить? Наркоманам дать денег, чтобы не пили, они их пропьют. А они могут бросить так. Допустим, я работал с такими. Иду я по улице, и кричит кто-то, Борода, стой! Я остановился, он так рукой. Извини, я не могу подойти, это жена моя. А тут я маленько вина взял. Вы с нами работали в тюрьме. Я жене рассказываю. Я совсем другой, сейчас я при церкви работаю. Кричит мне через улицу. Я такой, что я не достоин к вам рядом стоять. Я ничего им не говорил, кроме того, что мне Бог открыл. И теперь он. Так это не один. Почти каждый день вот здесь вот, в интернете я получаю сведения. Вы наш отец, вы наш... А уже про университеты, когда вел занятия, там, как этот Павел Бочков, доктор-то богословия говорит, тысячи пришли в православие. Это куда денете? Они на меня там разных дулещей там собирают. Меня это не касается. У меня хороший аппетит и хороший сон. Я ничего от этого не теряю. И поэтому дать ему сведения теперь это ничего не даст. И тем более еще сколько там... Дали бы на полную катушку. Больше 15 нельзя. Если бы можно было, они бы дали бы 100. Вот как в Америке. Там в накладную идет. За одну девочку 9, за другую 10. У одного есть такое. Три пожизненных срока и 400 лет. У них в накладку. Это у нас хоть 100 убей. Больше нормы, больше 15 нельзя. А тут меморандум на расстрел. Ты, этот, пьяный был. Потерял все. А вот Ельцин говорил. Он и подписал. Почему Лукашенко Александр Григорьевич не подписал меморандум? У него смертная казнь существует. И у него там, которые были там разные кланы с юга, чеченцы. Он все это выкладил. К ним не подойти было. И вдруг по одному стали исчезать. Никто не знает, где по сей день. И все остальные бежали. Я им сказал, говорю, в Европе это лучший президент. А может во всем мире. Даже есть у нас тут, который из Беларуси. Говорит, а мы находили на демонстрацию. Против него были. Катись. А у меня от него благодарность. Хотя он не в России. Я вижу, как с российским президентом. Они вместе где-то катаются. И бывают вместе. Я попутно там все говорю. Поэтому заступайся, да знай за кого. У меня такого не было. Кто-то сидит, а я бы там лез куда-то. Я не знаю. Зачем я полезу? А могли бы повлиять? Я влияю. Влияю утром молитве. Я поминаю его и ночью. За него легко идет молитва. Вот если взять Дворкина, Осипова, Александра Ильича, Дворкина, Александр Леонидович. За них молитвы нет у меня. Я стою. Господи. Язык не поворачивается. Как кто-то меня заблокировал. Молитвы о них нет. Я опять. Пройдет время. Господи. Да они же. И дальше молитва не идет. А за него, интересно, у меня за Неневзоров, который богохульник, за него молитва каждый день идет и легко. Я не могу ничего сказать. Герман Стерлигов вот какой. Там уже вообще за него молитва идет. Я женевно молюсь. А вот такие люди есть. Никак. Ну и за Грозовского отца Глеба у меня молитва идет легко. Я вспоминаю. И думаю, он проиграл тогда, когда ему обо мне говорили дважды. И он не соизволил сам посмотреть. Хотя бы спросил, кто это такой? Почему вы спрашиваете? Никаких. У него там свои были. Бог его оттуда выскреб. А нужно ли ему это? По моему рассуждению, это ему может как раз и нужно. Сегодня. Если он будет вести себя нормально, если он будет молиться, вот как я был, за него столько будет ходатая, в которых сегодня нету ходатая и молитвы. А те, которые были до этого, заступались, говорили в футбольной лиге, все это пустота. Вот за меня сколько молятся? Какой его молитв? Я уже догадываюсь, составленный. Обо мне, что подсвечник, апостольское служение. Как только начинает об этом говорить, там кто считает, я сразу руки поднимаю. Господи, да что же это? Да помоги мне всем сердцем тебя возлюбить больше. Вот. Ну слышишь, когда молятся тут это, и все это. Некоторые были там, перестали это молиться, а тут опять начали молиться. Да, я не такой, как говорится, но я стремлюсь к этому. И отцу Глебу передать то, что я говорю, если бы кто-то передал. Он в моей молитве. А вы ждете чего-то? Не знаю, мне это закрыто. Но я знаю, что ему нужна молитва. Вот я был, как у меня день, я говорю, как подъем в 6 часов, я всегда в 4 вставал. Всегда. Я ангела-хранителя просил, он поднимал меня до минутки. В глазок смотрят, и там говорят, вот смотри, часов нету, лампочка светится. Вот он лег, я вот так, 2,5 часа на сон уходила. Вот сейчас, сейчас стрелка, 4, смотри, я соскакиваю. Меня никто не видел, что я сижу в гальюне. Гальюне это туалет. Я ночью оправлюсь, сразу начинаю молиться. День разбитый примерно 5 часей, каждая часть, час или полтора. Псалтырь за 2 дня, а Новый Завет весь за неделю. Ну и тысячи поклонов от всех. То есть я как на крыльях летел там. И как люди, которые каялись, кто обращался, это чудо Божье. Как меня начальник тюрьмы, Соломин, Александр Семенович, все вызывал. Родной мой, а как вот так? Поговорим. Родной мой, а как там в Библии написано? И он ушел на пенсию, а потом, когда умер, умер по-христиански. Ну а уж я не говорю, Ульяновский-то был, Владимир Александрович, Александр Владимирович. Он по политчасти был. Тоже все время за меня заступался. А уже в лагере, когда я был, тут вопрос. Такого дал Бог словак, Владимир Васильевич. Когда обыск где-то есть, он мои вещи прятал у себя в сейфе, чтобы мне отдать. Вот как делает Господь. Это Бог делает. Получается, вы даже в вузах нашли добрых людей, которые были? Да, даже очень добрых. Один только был, который против был. И когда, ну, уже мне скоро освобождаться было, и что-то там было такое. Обычно, когда письма приходят, в зоне раздают, а мне не выдают письма. Но там раз в месяц меня вызывают, дежурно посылают, из исключенных такой. И там по политчасти, там у меня описана его фамилия какая есть. И он говорит, зайдите ко мне. Зашли, говорит, вот тут письма идут. Вот это из ООН прислали, вот это из Японии. Я не имею права вам выдать. Она их сохранила. Вы почитайте. И когда будете увольняться, вас высвободят, я вам все отдам. Вот как. А их не сохранились эти сейчас? Да. Я не видел их, да? Ну, да не видел. Да я их не вижу. Я их оставил там. Когда освободили, да, тут разошел разговор, что меня сопровождал офицер. Как раз Словак Владимир Васильевич. Я говорю, я сам доеду. Нет. За вами строго наблюдает Москва. Поэтому сопроводительный капитан должен в руки родителям передать вас. Родители-то в Киргизии переехали. А это в Казахстане я сижу, Джамбульская область, город Джанатас. Вот как. Ну и вывели. В два часа дня Лапкин должен быть за зоной. За меня прибежали, там работаем, схватили, бегом. Скорее, что есть, отдавай кому или куда тащи. Вы должны быть за зоной. А я говорю, я бахаем начальник. Я ему скажу, что буду жаловаться ЦК партии, КПСС. Что вы сделали из лагеря? Лагерь смерти. Убийства какие идут. Для этого было в красном уголке до уровня головы крови стена залитая, когда там допрашивают и что делают. А у меня нет. Как только начинают избивать, ко мне сразу подходят. И вы пойдите в красный уголок, там журналы посчитайте. А мне, который там уже много строк отсидел и говорил, подошел так тайно, Аманов какой-то, и говорит, а вы вчера видели, тут гражданский был. Я говорю, да. Так он ради вас приезжал. А я говорю, а что? Начальство предупредили, чтобы пальцами трогали. Московское МГБ. Я арестован был по санкции Московского КГБ. МГБ. И они это все... Когда начинают говорить, баптисты, ну это вы на них работали. Я говорю, а как я мог работать там? Ну кого-то выдавать. Трафарет какой. Ну кого я могу выдавать, когда я молюсь? Кого выдавать-то? Я не разговариваю, ничего. Двое спорят, я знаю, кто прав. Ни разу нигде, ни за кого не... Иначе я врага наживу сразу. Лег спать, он тебе ложкой глаз выткнет. Ну то есть, трафареты, мозги. Вот одна женщина, попутно скажу, уже в тюрьме была, когда в СИЗО сидел. Это следственный изолятор. Ее звали Эльза Кох. Небольшого роста, но до того она ядовитая, дегесать. Все рассказывают. Ну а Эльза Кох, сами знаете, там где она, в Майданеке или там, в Освенциме. Ну я, я всегда напишу так, листик, и я знал, что арест будет. Все праздники 20 лет будут, я выучил наизусть, и они у меня были. Церковные праздники, когда Пасхали будет. И я на бумажке все выписал, несколько бумажек. Она, вы не могли бы сказать, когда Пасха? А я бумажку-то выдачил и ей отдал. Вы бы знали, как она расположилась. Она меня ведет туда. Я говорю, вот иногда следователь приносит, бывает, луковицу или чесноковку. Что дадут, то и бери. Обратно я буду вводить вас. Она оказалась, да, вот добрая эта Эльза-то, Кох-то. Она совсем и не Резакох, а Людмила. Вот и все. И когда она меня ведет, я другим стал потихоньку говорить. У меня вводила, какая Эльза, наверное, она сегодня там дежурная. Я говорю, да, она очень хорошая. А как вы определили? А так, я вытаскиваю от чесноковки вам. И все заулыбались. Ну, зубчик хотя бы один. Когда я говорил, Вера должна подтверждаться делами. Делами. Вот моя биография, она его не заинтересовала. Он даже не остановился. Он сильно увлечен был тем, что делал. Надо бегать, надо прыгать. Он уже звания какие-то. Зачем? Телесные упражнения мало полезны. А благочестие на все полезное, говорит апостол Павел. А зачем ему это нужно? Да еще брать вершины какие-то. Бомбардир. А вот теперь вначале бомбардировать и раскис. И ничего нету. И что он говорит? И вполне можно было обратить внимание, какие организации никакой роли не сыграло. Почему? Значит, что-то другое было более давлеющее. Вот здесь, когда случилось-то, Евдокимов, он сатирик такой был здесь, Михаил, и он разбился. Он разбился, когда на машине. А он был друг Путина. Путин приезжал сюда хоронить. И вот дальше-то нашли того, который в машину ударился. Его там прав лишили, арестовали. И судья там приговор уже вынесло. Как объявили бойкот шофера, все машины остановились где-то в крае или где. Все. Пока не освободите, ни одна машина никуда не уйдет-то. Его сразу освободили. Москва сразу надо освободить. Он ударился, не в него ударились, а не он. Какой-то Щептицкий, или какая-то фамилия такая его. Вот так. То есть надо знать, как бороться. За что? Могут ли меня повернуть назад? Повернули назад, и права вернули, и все. А судью, которая посудила, осудила-то она по указанию, ее сняли, убрали в другое место. Вот так. А поэтому надо быть очень внимательным. Не надо в каждом деле бойкотировать, а посмотреть, виновен или не виновен. Вот меня бы тогда, когда судили, решающее слово за мной было бы, я говорю, недоказуемо. А что тогда делать? Ну, решить у всех звание, церковникам сказать, что больше пока не служил, а мы будем расследовать, дальше будет видно. Когда эти будут уже самостоятельные, другие свидетели будут. То есть, я бы, не отрицая ничего, обратился в вышестоящую инстанцию. Никто не умер, никого не убивал. Вот так. Ну, и, конечно, сначала бы с ним поработал. Вот это, я как говорю, почему мы молимся, вы задали вопрос, потому я молюсь, что неопределенность, и, может быть, он изменится, и, может быть, мы еще встретимся. И тогда ему вот то, что мы разговариваем, ему дадите. То есть, о его невиновности я слова не говорю. Да. Не говорю. Я не говорю, что он невиновен. Он виновен в другом. А Господь через это показал. Вот она, ты приходишь домой, ну, думаешь, у меня там получка сегодня, а жена тебя, как тигрица, встречает. И такие претензии. Златоуз говорит, разберись сначала, не поступал ли ты так с чужой женой, а теперь твоя мстит тебе. Ты каких-то девок совращал, совращал, а теперь у тебя подросла дочь, и ее совратили. Это она в божьих руках, как скальпель-хирурга. Ему надо было задуматься, как было у родителей, как он жил. Он рукоположен раньше времени. Зачем залез раньше времени? Срочности никакой не было. Он увлечен спортом был. Я смотрю, он какой смазливенький такой. И поэтому, если бы у меня в лагере было где-то, девки бы вешались на нем, как ожерелье. Ну, судя по его внешнему, как я на него смотрел, то есть я бы к нему вообще никогда не подошел. Никогда. Просто по всем, потому что признаком для меня был, что это недуховный человек. На тот момент. Ну да, как вот фотографии, которые идут. Я говорю, что женский пол на таких виснет. Тем более, он такой молод, спортивный. Они к нему блестили, а не он к ним. Это можно. Но тут недоказуемо. Сказали, что приезжал ночью, ложился между ними. Может, что-то и было подобное, что говорят. Но они могли сказать, большего нельзя сказать. Скажите, нам это достаточно хлопнуть. А те наблюдали. Когда уже, если кто-то судил, я не об этом случае, о другом говорю еще раз. Я не видел это. Когда взятка с любыми путями, чтобы ее не открыли. Там еще столько же дадут. Так что здесь говорится темная лошадка. Ну да, но мы будем продолжать молиться. И мы уже молимся много лет. Да, да. Будем молиться. За судей молиться. Про судей пишет Сапония. В вечерние волки, до утра не оставляющие кости. Все извращено. Тем более, мы точно знаем, что он не более виноват всех остальных, кто на свободе. Многие. Потому что вот, допустим, даже по нашему, по нашей ответственности, как у нас распределяется. Получается, человек какие-то там действия сексуального характера произвел наедине. За это вот 14 лет дают. К примеру, я не про него вообще говорю, да? А если он в интернете произвел на весь мир и совратил где-то миллионы детей, ничего ему не дают. Ничего. Вот если он заснял что-то там, они вот там сколько видео крутят задницами своими. Никто же их не привлекает за совращение малолетних. Да. А должны привлекать, потому что последствий гораздо больше, чем когда одного совратил. Ну, это как писатель и убийца у Ивана Андреевича Крылова в басне. Убийца там дали срок большой, а потом загрисли, все родные умерли, никто не еще, а тут с каждым днем разгорается и разгорается. Когда спрашивают, какой писатель поэт самый умный, у русских из поэтов был только Крылов. Ну, а из писателей по всей вероятности Достоевский. Ему равное только, может быть, считает Уильям Шекспир, может быть. Я никогда не понимал, как вот я читаю стихи Шекспира и почему они складные на русский язык. Почему? А перевозчики? Перевозчики. Это вообще что-то невероятное. Когда, как можно перевести, чтобы на другом языке оно было тоже складно? Самуил Яковлевич Маршак в этом деле был мастак. Самуил Яковлевич Маршак, да? Да, Самуил Яковлевич Маршак. У меня старший брат родной, Самуил был. Почитайте его там везде, найдете. Это вообще невероятно, да. Ну, да. А вот когда Расул Гамзатов, как он там, и какие у него перевозчики были, я их знаю, я его знал много наизусть. Поэмы его. Вот так. Ну, благодарю, Игнат Тихонович, за пространный ответ. Все понятно, вы раскрыли. Ну, да. Ну, все тогда, если еще нету. Так. все тогда, да. Тогда все. Ну, все тогда. Теперь давайте хорошо обдумайте, чтобы...